Витязь Лайф Артем Бородкин, рад видеть тебя в Витязи. Как ты провел первый месяц адаптации в нашей команде? Да, отлично все прошло. У нас замечательный коллектив в команде, тренерский штаб на позитиве и весь персонал тоже, в принципе, атмосфера отличная. Так что легко влился и сложностей никаких не было. Удивило ли тебя что-нибудь здесь в Подольске? Новый город, плюс еще живут в Москве, все новое, естественно, интересно, все в новинку. Ты с семьей сюда приехал, нет? Расскажи. Да, жена приехала, три собаки мелких, Арсений, естественно, сын мой. Вот так что с семьей здесь проводим время в выходные дни. Но Арсению совсем еще мало, да? Расскажи о нем. Ну, год и восемь, там, немножечко лялякает уже, одни фразы говорит, там, папа, мама, трактор. Вот. Скоро Витязь, Витязь научен, да, говорить. Как супруга справляется здесь? Ты снял квартиру, наверное? Квартиру сняли, да. До супруга отлично. Ей нравится Москва, нравится этот город. Энергетика в Подольске еще не была, но нравится тоже красно-белые цвета. Все хорошо. Наверное, все-таки тяжело было уезжать из трактора. Ты там долго играл. Из-за родного города там уезжаю. Семь лет играл в КХЛ, да и, в принципе, вообще всю параллель прошел в тракторе. Вот. Но это что-то новое для меня, определенно. И интересно поменять и обстановку, и город, и клуб, новый коллектив, новая атмосфера. Это просто интересно, и хочется двигаться вперед, дальше. Я скидываю Сане, что ты на скорости здесь. И Саня тебе может отдать помощь, как белые их сделали. Ну, ты когда приезжал, узнал нескольких игроков. Вот я помню, Женя Катчев, с тебя брал интервью, как бывший партнер по трактору. Ну да, с Женей мы давно. И вообще, Женя, если честно, я с ним дебютировал. В дебютном сезоне в КХЛ за трактор нас поставили в пару с ним, и мы весь сезон тут сыграли достаточно хорошо. Так что, Женя, у нас хорошая связь. Как человеческая, так и хоккейная. Вот это твоя работа, там выцарапать, ее отдать. Добить, забить. Как карантин провел? Тяжело? Где был? Ой, да, карантин нормально провел, без особой тяжести. Наоборот, весь сезон ты в разъездах играешь в хоккей, и хочется провести время с семьей. Так что, это были дополнительные минуты, так скажем, часы, дни, чтобы провести время с семьей, с ребенком, с женой. Снимали дом в Челябинске, жили в доме, потом в квартире. Ну, когда уже полегче стало, в плане карантина, на машине выезжали в лес гулять, ну, подальше от людей. Обычно, когда игроки собираются, вот новые шутки, новые анекдоты, есть что-нибудь свеженькое у вас, вот видите, кто-то чем-то удивил? Да, все по-своему удивляют чем-то новеньким, но у нас сразу вливаешься в коллектив, потому что, опять повторюсь, хороший, веселый коллектив, все ребят на позитиве. Нет даже такого, что ты сидишь там, как-то грустишь или еще что-то. Всегда кто-то что-нибудь пошутит. И я бы ничего, никого не выделял, там, какие-то определенные шутки, потому что каждый день что-то новенькое, кстати, произносят. Саня, давай, давай, молодцы, Саня. Опа, чирик. Санек, ты куда бы поехал? А как? Вот что-то постоянно. Ты снимаешь, да, один? Да, у меня видеорегистратор. У тебя пока, кстати, партнер не определился по паре? Ну, я не знаю, я сейчас с Игорем играю, как бы в паре нормально, есть взаимосвязь, не знаю, сейчас пресезонные игры, посмотрим дальше. Витязь, да, это все-таки Запад, а ты играл на Востоке. Есть какие-то сравнения Запада и Востока? Есть в этом какая-то фишка? О, не, я вообще не сравниваю, честно, не сравниваю ни команды, ни конференции, ни дивизион, ничего не сравниваю. Стараюсь сосредоточиться на игре своей, прежде всего, на игре команды, выполнении игрового задания и на остальное не отвлекаюсь. Там, хоккей везде, он на один, в принципе, и даже я там за Драктор играл, мы все равно играем. И с ЦСКА, и со СКА, и с Витязем играли, как бы, ну. Впереди Кубок Мэра, ты наверняка не участвовал в нем никогда, вот есть какой-то интерес к этому турниру? Ну, конечно, интерес есть, там классные команды, Динамо, Спартак, ЦСКА. Интересно поиграть против таких команд всегда, тем более еще и выиграть вдвойне приятно. Есть какие-то соперники в этих командах, против которых ты будешь настроен, ну и игроки? Опять же, скажу, так, что прям кого-то выделять нет, но, естественно, знаешь, там нападающих, которые как-то могут схитрить, с которыми, наоборот, надо там резко не идти, скажем, в атаку где-то. Первое действие его посмотреть, первое движение, не кидаться, где-то, наоборот, побыстрее пойти, то есть, ну, это свои уж секреты какие-то, и так, что прямо я думал перед игрой, что вот это нападающие, я просто не буду особенно играть, такого нет. Шестой, кто? Жек, что, на пятак? Давайте же у нас здесь. Слечет мне, я сказал. Есть фишка такая, Федора Малыхина любят с кем-то путать, вот если помнишь знаменитое, да, и все-таки Федор, когда корреспондент перепутал его там, я уж не помню с кем. Нападающий автомобилиста Федор Малыхин, автор первого гола. Федор. Я не Федор. Федор, все-таки. Вот тебя тоже путали вместе с Федором, болельщики видите, потому что вы удивительно похожи, оба бородатые, и оба так, в общем, особенно вас трудно различить поначалу. Все-таки есть какие-то сходства и отличия вас с Федором? Ну, во-первых, он нападающий, я защитник, да. Я с Челябинского, с Екатеринбурга, но, в принципе, с Урала. Вот, ну, у него борода посветлее еще, и все. В одной команде играем, дальше только сходство. Уважаемые болельщики команды «Витязь», мы вас ждем на трибунах. Ваша поддержка нам очень нужна, и вы, наш шестой полевой игрок, всегда проще и легче играть дома, это не секрет. И тоже гораздо легче играть на выезде, когда видишь родные цвета на трибунах, когда слышишь, что за команду «Витязь» болеют. И ждем вас на открытии чемпионата КХЛ у нас в Подольске. Продолжение следует...